Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас на обзоре, в общем, по огромным просьбам, потому что очень многие люди спрашивают хорошую мочевку, силовую, чтобы можно было и кормушку закинуть, и поплавком на нее ловить. И вот такое 2, 3, 5 в 1, что называется, да, универсальная абсолютно снасть, над которой не нужно трястись, которая не сломается, с которой можно и на карпа пойти, а если нужно, и на карасика, и продрать там того же карася через ряску и траву. В общем, телескопическая при том, чтобы не штекерная была и так далее. В общем, вот такая моделька от компании Кулмик, называется Танго Про. Это телескопическая силовая мочевка. Ну, наверное, 80% продаж людей, людям, которые вот с такими потребностями за карпом и так далее, да, и именно универсальную снасть нужна, и при том еще фирменная, чтобы была не там, не какой-то там непонятный подвальный Китай. В общем, продажи идут именно на ней, именно ее. Скажем так, отзывов достаточно много о ней. Люди покупают активно, приходят, еще вторую длину берут, подкорочили, подлиннее, кто там брал первую, исходя из этого. В общем, о ней. Телескопическая силовая мочевка. Здесь написано 5 килограмм лэфт-ап. То есть, она способна выдержать подъем краном, грубо говоря, вверх 5 килограмм. То есть, это то, что у меня часто спрашивают, что какую рыбу можно без подсачника принимать в руку, выкидывать на берег и так далее. Вот здесь написано четко 5 килограмм лэфт-ап. Значит, ну, компания Колмик известная. Я думаю, что ни для кого не секрет, что на рынке большое количество, ассортимент большой удилищ. Значит, по катушкодержателю. Что здесь скажу? Вот, заметьте, катушкодержатель очень надежный. Именно такой катушкодержатель, который я поставил в импульсы. Правда, импульсы вышли, я сделал импульсы раньше, чем вышло это Танго Про. Вот, поэтому катушкодержатель действительно надежный, очень. Он с нижней контргайкой. Верхний форогрип здесь монолитный. Да, то есть, здесь вы подтягиваете снизу, зажимаете катушку. И при этом, когда рукой берете здесь, да, заброс здесь, ничего здесь не ломается, перетянуть здесь нереально ничего. То есть, действительно, мощная палка, надежная, что называется, как весло. Но при этом она достаточно приятная, да. Ну, вот я, скажем так, начал с катушкой с держателя, да, а упустил момент по моделям. Значит, модели две, в росте 420 и 450. Карбон с 24,30 тонн. Здесь, да, он недорогой. Карбон, ну, сами понимаете, как я часто говорю, и действительно это так, чем дороже карбон, тем удилище хрупче. Здесь какой момент еще интересный и важный. Как на всех фирменных, и действительно, скажем так, это признак качества мочевки, это отдельно идут колечки, 3 скользящих, 2 будут скользящих на хлысте, тюльпан, соответственно, 2 скользящих кольца. И скользящие колечко там еще предусмотрено, уже вставлено, естественно, на втором колене. Значит, все колена армированы специальной такой лентой. Лентой силовой, которая, скажем так, защищает лишний раз коленца от поломки. Кольца тоже универсальны, хорошо посажены, то есть они недалеко стоят от бланка, но в то же время и не близко, чтобы леска не залипала, не прилипала к бланку в сырую погоду. То есть эти удилища действительно могут использоваться как с поплавком, с мачевым поплавком, так и с кормушкой в качестве донки заброса, не знаю, в качестве фидера, что называется. Тест у них 30-120 грамм. Вот такой вот мощный тест. Что приятно, у них откручивается нижняя, вот это такая торцевая пробка. Она металлическая, с резиновой вставкой, чтобы колена не бились, и, соответственно, с дырочкой, чтобы вода стекала, скапывала. И здесь вот внутри вы можете вытащить хлыст. То есть если вдруг вы сломали хлыст, вы можете совершенно спокойно его поменять. Это очень удобно. Потому что далеко не у всех мачевок такое есть вообще. Значит, по пробке. Ручка, где, в общем-то, самое основное физическое воздействие и механическое, нижняя ее часть, это эва. Мелко-пористая, хорошая, прочная, плотная. Дальше идут обои из пробки. Если вы сразу снимете вот этот полиэтилен, прежде чем ловить, эти обои проживут долго и счастливо. Ничего тут не разлетится. У меня, скажем так, я ими долго не ловил. Я их брал на тесты, признаюсь. То есть ловил ими карпа и на кормушку одну зарядил. Поставил там 42 грамма кормушку, правда, плюс корм. Вторую я под мачевку соорудил. В общем, и на то, и на другую. Карпа до 3 килограмм совершенно спокойно, а в конце рыбалки уже чуть ли не на берегах. Ну так, быстренько, форсированно к себе подведешь, подсачник и все. Хотя можно было и, в общем-то, по большому счету, аккуратно на берег без подсачника. Просто имейте в виду, хоть написано left-up, lift-up 5 килограмм. Да, это означает, что вы можете, карп может дернуться и будет нагрузка больше, чем 5 килограмм уже. Поэтому имейте это в виду. Конечно, лучше все-таки пользоваться подсачником, но, сами понимаете, там карасики какие-нибудь 500 грамм, килограмм никаких проблем в руку не составляет. Его взять, она не сломается. То есть я действительно, я брал пакет прикормки, клал в голову от подсачника 2 пакета прикормки, 3 пакета прикормки и поднимал. То есть никаких проблем, все, она страшна самому, но она справляется и действительно работает. Поэтому вот такое вот универсальное буквально удилище хорошего качества. Здесь, опять же, вот такой чехол для пластиковой, жесткий для защиты колец. Кольца, кстати говоря, не пропиливаются даже от плетни. Это не моя информация, просто многие, я не знаю, для чего это вообще нужно было сделано, но некоторые люди ставят плетенку. Зачем? Не знаю. Ну вот, в общем, ловят на плетню. И как бы по отзывам говорят, что ой, как замечательно, мы там чуть ли не каждый день выезжаем на рыбалку с плетней, далеко бросают, далеко в качестве полуфидера, полудонки его используют, с катушкой, да, естественно, с плетней. В общем, кольца не пилились, да и, в принципе, вот то, что я вижу по кольцам, а я, в общем-то, немножко понимаю в кольцах, да, то есть здесь пилиться нечему. Поэтому действительно палка, как весло, надежная, при этом фирменная, от компании Колумик, красивая на вид, ну, у меня, например, дизайн нравится, он не броский, не вороний, яркий, да, но и в то же время такой солидный. В общем, вроде бы сказал все, давайте, как всегда, разложим, потрясем, посмотрим. Ну вот, господа, разложили мы 420-450, начнем с 420-й. Ну вот я вам на камеру, на белую нашу дверь, показываю строй, в общем-то, вот я трясу достаточно жестко. Давайте Константина Михайловича попросим нагрузить. Сейчас попытаюсь лифтап вам сделать. Вот тяну очень, то есть вот ближняя рука, смотрите, к бланке уже вот еле держу. Видите, вот такой запас. Гнется, хорошо распределяет нагрузку, то есть действительно выдержит карпа, хорошо и не сломается. Была бы она жестче, имейте в виду, то сломалась бы. Ну вот, теперь 450-ю возьмем. Сейчас потрясу так же. Ну, она чуть-чуть помягче, вот в ощущениях, но тоже, видите, быстро встает. Соплю ее, ну, совсем не назовешь. Это вот средний, быстрый, быстрый строй. Видите, как раз, и вот она выпрямилась сразу. Я трясу достаточно жестко ее. Ну, давайте нагрузим теперь ее тоже. Ну, вот 450-е, смотрите. Вот. И сильно сейчас я вот тащу вверх. Вот, как видно вам. Ну, вот у меня где-то примерно в ощущениях, вот сейчас 3 килограмма при кормке, вот я поднимаю как будто, 3 килограмма. Вот она так гнется. Никаких проблем. И запас еще, кстати, чувствуется очень хороший. Поэтому, смотрите, карп без проблем. Крупная рыба, карась, чтобы без головной боли, что удочка сломается. Пожалуйста, танго про колмик. Ну, и, господа, немножко по длине. Давайте сейчас транспортную замерю. Транспортная у 450-й 134, у 420-й 125. По длине я уже померил, то есть они, каждая из них на 7 сантиметров, на 6 сантиметров короче заявлено. Ну, соответственно, 420-й это 413, получается. Ну, и, соответственно, 443-й это 450-й будет. Значит, по, давайте, диаметру рукояти. У 420-й диаметр рукояти 26, у 450-й 27. 27. Диаметр бланка, ну, толстенькие палочки, силовые. У 420-й диаметр 18. Соответственно, у 450-й 18,5. Ну, и вес. 420-я по весу 296 грамм. Не верьте каталогам, верьте то, что вот я взвешиваю, это реально. И 450-я 325 грамм. Господа, ну, вот разложили, посмотрели, убедились, что строй очень приятный, ближе даже к быстрому. Действительно, однозначно, из телескопических мочевок, у меня просто было на выбор достаточно много сегодня, что можно было показать из разных фирм-производителей. Ну, вот я выбрал именно эту модельку, да, для того, ну, из-за того, что она очень востребована, действительно, и действительно она, как я привык говорить, часто беру на обзоры то, что стоит своих денег. Поэтому цена на нее небольшая, заказать ее можно по ссылке в описании, под видео будет. Ну, вот такой чехольчик я вам еще не показал, ну, чехол простейший, про него говорить, наверное, нечего. Тряпочка, обычная продуваемая тряпочка, поэтому, скажем так, нужен он вам, не нужен, ну, вот он с ней идет. Обязательно подписывайтесь на канал, запчасти к этим удилищам будут. Вот, дай бог, все будет нормально, и мы устроим скоро акцию на продукцию Колмик, что все люди, кто купил в Мультифиш удилище, и те, кто подписан на социальные сети, на страничку магазина Мультифиш, смогут получить до двух запчастей в год бесплатно. Поэтому обязательно подписывайтесь на все социальные сети ВКонтакте, Телеграм, Ютьюб, Рутьюб, у кого есть выход, это Фейсбук, Инстаграм. И, в общем-то, следите за анонсами, вы будете всегда подстрахованы наличием запчастей, не будете бегать по всем магазинам и обзванивать всю Россию от того, что их нет, или ждать годами. Поэтому, скажем так, здесь вы в приоритете, ну и, соответственно, берите, заказывайте. Всего вам доброго и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok